есть у меня в коллекции такая монетка это один песо аргентины монетка аргентины биметаллический медно-никелевый ободок снаружи и центр латуневый гурт гладкий соотношение аверса к реверсу медальная 23 миллиметра диаметр 6,4 грамма вес монеты на этой стороне значит и около герба написано объединение объединимся для свободы 1813 годы как бы образование республики аргентина свободная аргентина вот испанского владычества ну и на другой стороне тоже есть изображение вот такая вот прелесть монеточка на другой стороне провинция del rio de la plata вокруг солнца написано и вот то что солнце нарисовано вот тут так скажем на сегодня это а основная наша тема наш разговор то для чего мы эту монетку сегодня как бы и достали дело в том что 3 мая вот если есть такой вот праздник ну как бы отмечается считается вот все что сегодня день солнца солнце это ближайшие к земле звезда все другие другие находятся от нас неизменно дальше например ближайший к нам звезда проксими системы и системы центавра 250 раз в 2500 раз дальше солнца луна не считается для земли солнце мощный источник космической энергии она дает свет и тепло необходимый для растительного и животного мира и формирует важнейшие свойства атмосферы и земли в целом солнце определяет экологию планеты без него не было бы ни воздуха необходимого для жизни он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерзший ход и обледневший суши для нас землян важнейшая особенность солнца в том что около него возникла наша планета и на ней появилась жизнь солнце ветер морские волны и биомасса является энергетическим сырьем которые постоянно окружают нас и которые легко использовать его не надо добывать из земли оно не при не приводит к образованию радиоактивных окодов а токсичных не дает и вовсе это возобновляемая энергия вот чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии европейское отделение международного общества солнечной энергии моссе начиная с 1994 года на добровольной основе организовывает ежегодный день солнца вот как раз сегодня такой день энтузиасты и профессионалы общественной организации и фирмы по всей европе организуют различного рода мероприятия связанные с демонстрацией возможности солнечной энергии солнце центральная и единственная среда солнечной системы вокруг которой обращаются другие объекты системы планеты и их спутники карликовые планеты и их спутники астероиды метеороиды кометы и космическая пыль масса солнца составляет 99,8% от суммарной массы всей солнечной системы солнечное излучение поддерживает жизнь на поверхности земли участвуя в фотосинтезе и влияет на земную погоду и климат солнце состоит из водорода 74% от массы и 92% от объема гелия значит 25% от массы из следующих входящих в состав микроскопических концентраций элементов железа никеля кислорода азота кремния серы магния углерода неона кальция и хрома вот по спектральной классификации солнце относится к типу g2 в желтый карлик поверхностная температура солнце достигает 5780 кью это вот поэтому солнце светит беловатым светом но из-за подавления части спектра атмосферы земли этот свет приобретает желтый оттенок солнечный спектр содержит линии ионизированных и нейтральных металлов а также ионизированного водорода в нашей галактике млечный путь насчитывает свыше 100 миллионов звезд класса g2 тогда как 85 процентов звезд нашей галактики это звезды менее яркие чем солнце в большинстве своем это красные карлики находящиеся в конце своего цикла эволюции остывающие вот как и все звезды главные последовательности солнца вырабатывает энергию путем термоядерного синтеза гелия из водорода солнце принадлежит к первому типу звездного населения одна из распространенных теорий возникновения солнечной системы предполагает что ее формирование было вызвано взрывами одной или нескольких сверхновых звезд это предположение основано в частности на том что в веществе солнечной системы содержится аномально большая доля золота и урана которые могли бы быть результатом эндотермических реакций вызванных этим взрывом или ядерного превращения элемента путем обоглощения нейтронным веществом массивной звезды второго поколения излучение солнца основной источник жизни на земле его мощность характеризуется солнечной постоянной количеством энергии проходящим через площадку единичной площади перпендикулярную солнечным лучам на расстоянии в одну астрономическую единицу то есть на орбите земли это постоянная равна приблизительно 1370 ватт в квадрате проходя сквозь атмосферу земли солнечное излучение теряет в энергии примерно 370 ватт и до земной поверхности доходит около 1000 ватт и при ясной погоде когда солнце находится в зените эта энергия может использоваться в различных естественных и искусственных процессах как растение с помощью фотосинтеза перерабатывает ее в химическую форму кислород и органическое соединение вот прямое нагревание космическими лучами или преобразование энергии с помощью фотоэлементов может быть использован для производства электроэнергии солнечными электростанциями или выполнение другой полезной работы путем фотосинтеза была в далеком прошлом получена и энергия запасенная в нефти и других видах ископаемого топлива вот так вот примерно вот такая у нас на сегодня темка ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания